Две недели непрерывной подготовки, распределения курирования проектов, написания отчетов и сегодня почти бессонная ночь перед знаковой встречей. Волнение мэр от молодежи Антон Соколов скрывает с трудом. Мастер-класс по вопросам управления от действующего главы города у череповецкого десятиклассника впервые. Сначала аудиенция, тет-тет-тет, потом разговор за круглым столом. Я никогда не нахожусь один. Очень тяжело тогда, когда за тобой 310 тысяч населения города и они видят тебя везде. И видят тебя всегда. На экранах телевизора, на улицах, в магазинах, торговых центрах, на промышленных предприятиях, в общеобразовательных школах и так далее. То есть ты все время на виду. И Антон общественником был всегда. Много лет занимался в центре детско-юношеского творчества. Позднее пришел в молодежный центр. 15 ноября 2010-го был избран мэром молодежной администрации. Сформировал свою команду, выстроил амбициозные планы. Сейчас неописуемые чувства. То есть столько драйвов. К чему я готовился? Я готовился к этому разговору. И вот это все прошло. И такие чувства их не описать просто. То есть адреналин получил очень большой. В молодежной администрации парламент это полсотни молодых людей, которые сегодня на себе ощутили, что значит стоять у руля власти. День молодежного самоуправления в мэрии, конечно, совсем не означает, что город Череповец на один день совсем остался без власти. Просто в Череповецком Белом доме, практически в каждом кабинете, бок о бок работали действующие чиновники и будущие управленцы. График работы плотный. Все по-взрослому. В территориальном избиркоме обсуждение, как привлечь молодежь на выборы. С молодежной избирательной комиссией, которая будет совместно работать с мэрией, с молодежной, будет работать с территориальной избирательной комиссией. И отдельно клубов, которые будут заинтересовать молодежь через интернет, через какие-то СМИ. Как на самом деле проходят выборы, Андрей интересовался давно. Сначала у родителей, потом, будучи студентом Лесмеха. Просто агитировать за выборы – это одно. А когда люди видят, как работает этот орган, они уже потом идут на выбор осознанно. И самое главное дело – это осознанный выбор. Возможно, и этот разговор подтолкнет к новым идеям и решениям. В парламентском зале сегодня тоже кворум. Сегодня на нашем заседании в Чаповецкой городской молодежной думе присутствует молодежный мэн Соколов Антон. Всем доброе утро. Удачи. Пять вопросов на повестке дня. Об экологии, самоуправлении, об ужесточении наказания за продажу алкоголя подросткам. Предусмотрев за совершенные данные административное правонарушение, штраф в виде от полутора до трех тысяч рублей. Проекты в сфере образования, спорта, культуры они представили нас у травестников и чиновников. Своим видением, как повысить культурное воспитание молодежи, поделился будущий металлург Владимир Балахонов. Каждой команде будут предложены определенные вопросы, на которые они будут должны ответить. И те ответы на эти вопросы они смогут получить только в музеях нашего города. С восьми утра до восемнадцати вечера по минутам был расписан День молодых управленцев. Кое-что даже пришлось отложить на завтра. Многие идеи и предложения, которые озвучили юные чиновники, могут быть воплощены в жизнь.